КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ В основе доклада Хрущева лежали материалы, подготовленные так называемой «Комиссией Поспелого», в которую вошли сотрудники КГБ и прокуратуры СССР. В выводах комиссии содержались только сведения о репрессиях в отношении партийно-советского руководства, не затрагивались коллективизация и раскулачивание, проблема советских военнопленных, репрессированных после возвращения из немецкого плена. Тем не менее, в докладе четко вырисовывалась картина массовых репрессий. Из выводов комиссии следовало, что в 1937-38 годах были репрессированы более полутора миллионов советских и партийных руководителей, из них 680 тысяч расстреляны. В документе ясно устанавливается персональная ответственность Сталина за применение пыток на допросах, несудебной расправы и расстрелы. Доклад был сначала засекречен. Смещенный вариант документа был обнародован в качестве постановления Презивиума ЦК КПСС от 30 июня 1956 года под названием «О преодолении культа личности и его последствий», в котором задавались рамки допустимой критики сталинизма. Каждый из членов Политбюро, каждый буквально, он был небезгрешен, потому что списки заключенных подписывал не только Сталин, но и Микоян, и Молотов, и Хрущев, и Поскребышев. Ну, короче, каждый свою подпись как-то где-то ставил. Хрущев выступил сначала на закрытом заседании, потом эти доклады стали читать в партийных организациях, этот доклад. Народ, конечно, был в шоке, потом все стали шептаться, открылись лагеря, стали выходить люди. Еще до реабилитации было довольно далеко, но люди эти оказались живыми. Когда они выходили из лагеря, они давали подписку на 25 лет, и поэтому все молчали. Но доклад Хрущева дал повод для надежды на перемены. И тогда они, как бы, все Политбюро вздохнуло с облегчением. Ну, хоть часть правды, но сказали. Конечно, не всю правду, далеко не всю, но хотя бы часть. И спасибо на это. Вот 55-й год, Караганда. Это нищета. Вообще, страна. Это нищета. Десять лет после войны. Караганда, город в Казахстане, совершенно особенный. У нее прошлого нет истории. Она родилась в 30-м году. В 30-м, 31-м, 32-м и так далее. У нее нет прошлого. У всех исторических городов Казахстана есть прошлое. А у Караганды нет. Она чисто советский город. Это город сталинских пятилеток. По-настоящему без лозунгов. А как люди менялись? Сначала большинство, конечно, составляли это репрессированные в городе. Это были раскулаченные, это были депортированные, это были высланные из больших городов, интеллигенция, оставшаяся в живых. Это были эвакуированные во время войны. Это тоже очень важная часть населения из западных областей. Они не сразу возвращались. Не всем было, куда вернуться. Не было жилья, не было вообще места, куда возвращаться. И местное население. Это было время ожиданий, надежд и подъема. Это где-то начиная с 1957 года и кончая, наверное, 1968. И народ какой-то немножко оттаивал. Появилась какая-то музыка. Собирались уже на 32-м квартале какие-то молодежные кафе. Открылась там, молодежь собиралась. Очень много народ читал. Тогда устраивались диспуты, обсуждались прочитанные книги, стихи, какие-то поэты возникали. Ну, то есть начиналась какая-то другая интеллектуальная жизнь, новая. И менялись люди. Появились люди с собачками на улицах. В ставинское время собак вообще не было. И не кошек, по-моему, у него кормиться нечем было им. Люди сами-то ели, сводили концы с концами. И по воспоминаниям, вот я читаю воспоминания о тех годах, никто не вспоминает своих домашних животных. Их, наверное, просто и не было совсем. А тут появились люди с собачками, появились скверы. Вот перед Шелкой мой, это кинотеатр «Октябрь», перед ним сквер был, там, значит, по вечерам музыка играла. Люди приходили, мороженое стали продавать. То есть, понимаете, город менялся. И вот те, которые сейчас говорят «Сталина на вас нет», они думают, что при Сталине были законы. Они думают, что при Сталине был порядок. Но какой был порядок? Порядок был голодать, порядок был убивать беззаконно, порядок был хватать кого хотели, порядок был наказывать как хотели. Это порядок, это не порядок, это отсутствие закона. Причем это говорят люди часто, которые при Сталине вообще не жили. А самое интересное, что это говорят люди, у которых в семье есть или репрессированные, или депортированные, там, высланные, лишенные прав, или убитые на войне, погибшие на фронте. Они не задумываются. Это такой, как мантра, это такой вот слоган. Вот они, вот Сталин, вот был Сталин, вот это. Они не понимают, что за этими словами. Страницы истории были перевернуты. Страна вошла в совершенно иную эпоху, именуемую Оттепель. Культ личности приобрел такие чудовищные размеры главным образом потому, что сам Сталин всячески поощрял и поддерживал возвеличивание его персоны. В 1961 году тело Сталина было вынесено из мавзолея, прошли массовые переименования. В частности, город Сталинград был переименован Волгоград, а столица Таджикской ССР Сталинобад в Душанбе. Почти повсеместно был произведен демонтаж памятников вождю народов. Монумент Сталину в Карганде напротив Дворца культуры горняков исчез ноябрьской ночью 1961-го. Продолжение следует...